Телерадиоканал 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 Мне родители об этом рассказывали, потому что я этого не помню, мне было два годика. Они говорят, что у ребенка началась какая-то истерика, я говорить еще толком не умела, ручки куда-то тянулись. И вот, значит, они увидели, что на парковке стоит мотоцикл, и меня от него оторвать было невозможно. Оставили старшего брата со мной, пока родители там побежали в магазин. И откуда это вот в два года? Не знаю. Видимо, где-то со мной как-то родился какой-то вирус, да, занесли. — Слушай, ну и прям еще по этой теме. А когда ты все-таки уже в сознательном возрасте первый раз села? То есть вот ты села учиться, да, ни у кого никогда не получается все с первого раза. Был какой-то такой, я не знаю, какая-то несостыковка, что в первый раз не получилось завести или что-то? — Первый раз у меня получилось покататься на мотоцикле уже в таком, скажем так, взрослом возрасте. Это мне было, наверное, лет 15, может быть, 14. У знакомых родителей в городе Кострома мы поехали в гости, и у них там в деревне стоял мотоцикл. Я уже, честно говоря, не помню, что это было, это, по-моему, Минск, ну, какой-то небольшой мотоцикл. Все знали мою любовь к мотоциклам, как мне хочется попробовать. Вот, значит, мне выкатили этот мотоцикл, показали, собственно, вот газ, вот сцепление, вот как-то так. И я, по-моему, поехала чуть ли не с первого раза, там, даже, по-моему, он меня ни разу не заглох. — Слушай, это удивительно. — Да, потом меня уже поймать не могли, я куда-то уехала на берег речки, вернулась через час, на меня все ругались, потому что я уехала, тогда же телефонов не было сотовых, нельзя было узнать, куда ребенок делся, все переживали. Ну, вот это был такой, да, первый интересный опыт. — Значит, ты говоришь, что не помнишь, а я вот покопался, и мне кажется, мотоцикл назывался «Тула». — «Тула» — это уже, который мне купили. — А, это уже позже было, да? — То мне уже потом мой мотоцикл, который на 16-летие родители подарили, они поняли, что все это, да, видимо, раз и навсегда, это не лечится. Ну, и лучше мы так сами поможем, чем, да, где-то ребенок... — Слушай, ну, скажи, пожалуйста, вот тот момент перехода из увлечения, да, девочки мотоциклами, в сторону профессионального спорта, он вот... Кто тебя подтолкнул к этому? Как вот произошел? — Этот переход такой был достаточно долгий, потому что, когда меня спрашивают, сколько лет я езжу на мотоцикле, я даже толком ответить не могу, потому что я начала ездить, когда мне подарили мой первый мотоцикл, да, в 16 лет. — Взвух лет, да. Первые соревнования, на которые я поехала, были, когда мне уже стухнуло 20 лет. И все равно это было все такое любительское, да, то есть я толком на мотоцикле ездить не умела, это было как-то весело с ребятами. А потом у меня был перерыв в езде на мотоциклах где-то года 4, наверное, с 2001 по 2005 год. Я тогда закончила один институт, поступила в ГИК, на операторский, такая вся в кино ударилась, и мне как-то было не до мотоциклов. На деньги проданы, то, что мотоциклы продала, купила камеру, занималась в кино. А потом обратно как-то вернулась, да, в конец 2005, начало 2006 года. И уже вот так серьезно начала участвовать в соревнованиях, уже, скажем так, с результатами, где-то начиная с 2008-2009 года. — Слушай, ты, интересно, такой момент сказал, что родители тебе сами подарили мотоцикл. Все-таки родители обычно, когда они видят, что это достаточно опасный вид спорта, да, они наоборот пытаются отговорить, запрещают, ругаются. Твои родители мудрейшие люди. — Ну, да, конечно, спасибо им огромное за то, что они меня всегда поддерживают. Они пытались меня, естественно, отговорить, они надеялись, что это пройдет, но когда поняли, что это не пройдет, они, я думаю, что приняли достаточно мудрое решение лучше помочь, чем ребенку запрещать, и он будет где-то все равно же, там, как говорится, да, в гаражах, втихаря. — Ну, то есть лучше знать об этом и все это в открытую, чем где-то втихаря, да, и так далее и прочее. — Конечно, конечно, конечно. — Потому что, действительно, многие отговаривают, потому что мотоцикл, ну, все-таки вот есть такой стереотип, да, и он справедливый, мне кажется, да, то в машине ты все-таки закрыт как-то, да, а тут ты совершенно вот один и все, и в открытой пространстве. — Да, конечно, ну, одно из главных условий было, когда родители мне купили мотоцикл, то, что я буду ездить на нем только по дачным полям, я не буду выезжать на дороге общего пользования. Собственно, оттуда и началась моя любовь к бездорожью. И я до сих пор не езжу на мотоцикле по городу. — Вот, это очень интересно. — Естественно, был какой-то период, да, когда я выезжала в город, это начало 2000-х, конец 90-х, там был такой период, но в итоге я пришла к тому, что, да, очень опасно, и мне просто не доставляет удовольствия ездить на мотоцикле по городу. По городу я езжу на большой железной машине. — Ну что, я... — Мы прервемся, да, сейчас? — Я хотела бы просто пригласить в нашу беседу зрителей и слушателей 8-909-928-1-89-9 в WhatsApp, Viber, SMS-сообщения, а также vk.com.slashstranafm, там в самом верху пост, посвященный нашей гости. Миша, Марвин, с 1000 причин продолжать. — Да, не 100, Валерий, это важно, 1000, это намного бы в 10 раз больше. Друзья, будьте здесь, мы скоро вернемся. Добрый утро всем. — Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. — Итак, друзья, продолжаем наше интервью. Напомню, что в гостях у нас Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер различных мотосоревнований, первая российская участница ралли «Дакар» за всю историю легендарного марафона. Слушайте, ну вот как раз-таки про легендарный марафон и хочется послушать, когда там появилась первая женщина, какова была реакция мужчин, которые, в принципе, уже плотно завоевали там все авторитеты? — Ну, женщины там, на самом деле, выступают с самого начала, с самого основания этого ралли-рейда, просто в очень небольших количествах. И за всю историю, за 40-летнюю историю этого ралли-марафона самый большой кворум из женщин был, по-моему, 8 человек в классе, в мотоциклах. И поэтому я была первая женщина из России. И, естественно, это, ну, как бы добавляло мне ответственности. Хотелось, конечно, выступить хорошо. И, в принципе, я считаю, что для первого раза очень неплохо. Как минимум я доехала до финиша, второе место заняла в женском зачете и в серединке приехала в общем зачете, что говорит о том, что я где-то каждого второго мужчину объехала. — Ну, а вот вообще реакция, допустим, вот у нас почему-то в России так принято, говорят, о, женщина за рулем, а женщина на мотоцикле так тем более. А в профессиональной среде? — Вы знаете, в профессиональной среде к женщинам относятся очень хорошо. Ребята всегда поддерживают. Они понимают, как к девчонкам тяжело, потому что, особенно в нашем спорте, в ралли-рейдах, это физически очень тяжело, морально тяжело. И девчонки, которые все это переживают, выносят, конечно, они достойны глубокого уважения. И поэтому к нам всегда очень хорошо относятся. — А, Настя, а скажи, пожалуйста, вот мне понятно там с мужиками, да? Ну, как-то у нас все-таки есть к этому предрасположенность. Понимать, как все устроено, да, как все работает, двигатели и так далее и прочее собрать, разобрать, да? — Да что ты прям хочется сказать тебе! — А, слушай, а ты вот хорошо знакома с устройством мотоциклов, с его, вообще, с тем, как он устроен вообще? Или этим занимаются все-таки специальные люди? — Или просто по колесам попинаешь и вызываешь всю службу? — Нет, конечно, конечно, я знаю, как все устроено. И, естественно, последние годы все-таки у меня и специальный мой механик этим всем занимается. Но вот как раз именно в этом году я поеду опять на Дакар в январе, ну, как в этом, да, в начале 2019 года. Я заявилась в самый такой жесткий зачет, в котором женщины никогда не выступали. Это как раз зачет «Original by Motul» называется. Там механики не положены по регламенту. То есть ты должен обслуживать мотоцикл сам. Если что-то ломается, ты все там чинишь, колеса меняешь, масло меняешь. Честно говоря, это будет очень тяжело. Но вот я как раз к этому сейчас готовлюсь. И больше даже не в спортзале, а как раз-таки в ремзоне, когда пытаюсь там правильно, быстро все это поменять. — Ну, потому что у меня еще рядом уже никого не будет. — Да, да, никто уже не поможет. — А ты говоришь самый жесткий. В чем там жесткость? — Жесткость именно в том, что у тебя нет команды сопровождения. Обычно, когда ты на гонке, ты приезжаешь, уставшая, целый день на мотоцикле, сдаешь мотоцикл механикам, все, идешь отдыхать, работать с дорожной книгой на следующий день. И, в принципе, все. Главное — отдыхать. А тут у тебя нет времени на отдых, нужно бежать мотоцикл делать, масло менять, еще несколько часов потратить на то, чтобы обслужить, чтобы на следующий день он был готов к старту. — Слушайте, у нас тут просто обрывается телефон. Я хотела напомнить, друзья, что вопросы к Анастасии мы принимаем в письменном виде, поэтому, пожалуйста, WhatsApp, Viber, не надо звонить. — Да, тебя пытаются все время звонить. — Причем на WhatsApp пытаются звонить, что невозможно. — 8-909-928-189-9, пишите, пожалуйста, а также vk.com. — Да, скоро мы продолжим. — Итак, друзья, продолжаем наше интервью. Напоминаю, у нас в гостях Анастасия Нифонтова. И под словом «значит», я хотела сказать, первая российская участница ралли «Дакар» за всю историю легендарного марафона и, между прочим, вошла в тройку призеров. И помимо того, что... — И чемпионка мира же. — Да-да-да. — В 15-м году, да. — И помимо того, что Анастасия увлекается мотоциклами, у нее огромное количество всяких разных увлечений, где она тоже достигает призовых мест. По-моему, аквабайк, да, еще? — Ой, это было, как я говорю, в прошлом веке. — Но тем не менее. — Это еще до вас, в 14-м веке, да. Было такое, когда аквабайк у нас только-только появлялся. В Москве проводили, по-моему, Кубок Москвы, что ли, что-то такое. Я там даже, да, в призах приезжала с Лалом у нас был на таких стоячих аквабайках. Очень мне нравится на нем гонять. Но, к сожалению, сейчас уже времени нет столько, много свободного. Поэтому, если раз в лето получится, то прям очень рада. — А вот приходилось как-то переучиваться, или, в принципе, все байки, они одинаковые? — Не, ну, конечно, это разное, совсем разное. Аквабайк, он, скорее, ближе, наверное, к какому-нибудь сноуборду, к горным лыжам, вот, может быть, что-то такое. — А горные лыжи и сноуборд — это ведь тоже все твое. — Да-да, горными лыжами я занималась где-то лет 10, когда в школе училась. И тоже, так можно сказать, профессионально. Была в сборной Москвы, в юношеской сборной. И, собственно, докаталась до того, что получила кандидат в мастера спорта. Но потом в какой-то момент поняла, что мне надо все-таки получать образование, а поступать в физкультурный институт мне не хотелось. И поэтому пришлось завязать со спортом, и я уже начала больше обращать внимание на учебу. — Получается, что ты такая вот многосторонне развитая личность, ты как Шерлок Холмс. То есть мало того, что, значит, у тебя два высших образования. — Больно, я даже на скрипке, да, играла в детстве. — Да, да, вот я хочу к этому подвести. Ты в детстве играла или сейчас тоже, вот когда чувствуешь, что надо перед соревнованием как-то успокоиться, подумать? — Сейчас, к сожалению, тоже нет времени, не хватает, но мне муж подарил пару лет назад скрипку новую, и я все мечтаю, наконец-таки, продолжить занятие. Так что, может быть, через годик-другой все-таки буду пиликать. — Будешь пиликать гаммы? — Да, буду пиликать. — Значит, смотрите, что у нас получается. Мотоциклы, скрипка, камера. — Да, да, фотография на профессиональном уровне, между прочим. — Ну, это как бы, да, применительно к моей операторской профессии было, да. — И кайт-серфинг, а это что вот такое? — Кайт-серфинг тоже, это такой вид спорта, это такая поместь тоже сноуборда, вейкборда и виндсерфинга. Это когда ты на доске, а у тебя в руках стропы и такой парашютик, да, если можно сказать, кайт это. И ты по воде мчишься, собственно, при помощи ветра. Очень хочу освоить его на каком-то хорошем уровне, но пока что только получилось самую базу, так сказать, освоить, а на большее пока нет времени. — Там еще и дайвинг и все такое, но я хотела тебя не про это спросить. Ты сама обмолвилась про мужа, я тебе хочу сказать, как он себя покорил, потому что, получается, ты настолько крута, что вот, ну, каким должен быть крутым твой мужчина, понимаешь? — Он отлично готовит. — О, браво. Слушай, ну а если вот можно поделиться какими-то подробностями романтической истории, как вы познакомились? — Ой, это все было, на самом деле, достаточно банально. У него была команда гоночная, он там выступал в качестве директора, менеджера команды, команда выступала в соревнованиях по шоссейн-кольцевым гонкам. — Это мотоцикл? — Мотоцикл, естественно, да, мотоцикл. И в какой-то момент он решил, что ему в команду нужна девушка, чтобы в женском чемпионате команда всех победила. И, собственно, меня ему порекомендовали как девушку, которая может это сделать. Он меня позвал к себе в команду, ну вот с этого все. — Я себе представляю, да, как для него это было, как в фильмах в замедленном действии слезает с мотоцикла, снимает шлем вот так вот, волосы. — Я просто понял, что Настя увлекается такими видами спорта. Я не могу тебе представить, допустим, играющей в шахматы, например. — Ну почему? С ребенком иногда бывает. Он у меня очень любит, младший сын у меня играет в шахматы. — Да что ж такое? — Но меня, честно скажу, меня хватает ненадолго. Я человек такой с пружинкой в одном месте. — Нужен движ, да, это слишком скучно. — Мне нужно куда-то шевелиться, да, я недолго на одном месте сидеть не могу. — Но ты мне скажи, есть что-то, что категорически не про тебя? Вот чего ты никогда не будешь делать? — Ой. — Или не умеешь делать? — Ну, я говорю, наверное, это что-то такое, что требует долгого сидения на одном месте. Проработать в офисе с девяти до шести я не смогу категорически. — И собирать замки из спичечных коробков. — Ну вот, наверное, да. Когда-нибудь плюну, все это разлетится в разные кусочки. — Причем это произойдет очень быстро, судя по всему. Друзья, две-три минуточки, мы прорвемся и снова к вам вернемся. Будьте здесь. — Первый и единственный в России, самый яркий, самый музыкальный. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. — Друзья, продолжаем эфир телерадиоканала «Страна-ФМ». Еще раз всем доброе утро. У нас в гостях Анастасия Нефонтова. Я скажу, чемпион мира 15-го года по мотоспорту. — Да, можно и так. — Потому что там огромное количество. Там минут на 10, наверное, сейчас перечислять. — Слушайте, ну мы вышли на такую интересную тему, что понятно, что ты абсолютный чемпион, ты звезда, все тебя знают. И вот вторая твоя сторона, да, то есть ты семейный человек, у тебя двое детей, и ты самая крутая мама на свете. — Ой, вот по поводу «самая крутая мама на свете» я бы так не горячилась. У нас в семье, как говорят, мать у них была новосельцев, это все мой муж. Благодаря его стараниям у нас в семье все порядок, все накормлены, где-то и обуты. А я такая мать-кукушка, конечно. Но я стараюсь, я изо всех сил стараюсь все-таки, чтобы дети мои имели вот это вот внимание от мамы. Мы с ним, естественно, проводим каждый вечер вместе. И, по-моему, максимуму всегда стараемся их везде с собой таскать и возить. Но им немножко все-таки достается, да, то, что мама, она там везде на сборах, на соревнованиях, а папа готовит еду. — Ну вот мы тебя уже за эфиром спрашивали, но хочется еще, чтобы ты в эфире рассказал, передалась ли кому-то из твоих детей любовь к мотоциклам, вот такая, как у тебя. — Ну такая вот, прям как у меня, я пока не наблюдаю такого отчаянного фанатизма. Старшую дочь я посадила на мотоцикл в возрасте где-то лет 5-6 была, она умеет ездить. Но интереса никакого она к этому не проявляет и, в общем, не ездит на мотоциклах. — Но ты этому рада или нет? — Я думаю, что я рада, потому что все-таки это не для девочки занятие. Понятно, что когда совсем... — Сказала Настя. — Совсем, как говорится, да, там крыша съезжает от любви к мотоциклам, это понятно. А так вот, ну, как бы если такого фанатизма нет, то, может, оно и не надо, потому что все-таки действительно тяжелый вид спорта, травмоопасный. Она у меня занимается горными лыжами, и, в общем, я считаю, что для девочки это гораздо интереснее. — То есть ты не настаиваешь на этом? — Нет, вообще не настаиваю. — То есть, знаешь, обычно у артистов, когда спрашиваешь, они говорят, «Никогда в жизни не посоветуешь свою ребенку стать, а ралли нет, денег нет, все это кастинги бесконечные и так далее и прочее». А эти дети потом все равно становятся артистами, как правило. Так вот как-то получается. — А младший? — Младший пока интересуется, он у нас тренируется, занимается. Но, опять же, мы с ним занимаемся в режиме игры, пока никакого такого спортивного фанатизма. Посмотрим, что будет дальше. Если он захочет им заниматься серьезно, я с удовольствием помогу, чем могу. — Слушай, у меня еще вот такой вопрос. Все-таки вообще, то есть ты была два раза в декрете, да? Что там скрипит, Николай? Перестаньте это делать, нас запугает. — Интересный звук у нас. — Да, два раза в декрете. То есть ты надолго прям вот прерывала свои гонки или ты ребенка покормила, сказала, держите, я поехала? — Ну, с первым ребенком было как? Я всю беременность бегала по съемочным площадкам, поступала в Афгик, и она у меня родилась. То есть я поступила на дневное отделение, 1 сентября, соответственно, вышла на учебу, а 1 ноября у меня родилась Машка. И, соответственно, там, ну и как бы прям благодаря маме моей все удалось совместить без ухода в декреты и переноса учебы. А с вторым ребенком получилось тоже так, что, в общем, все 9 месяцев тоже я особо ни в чем себя не ограничивала. Ну, понятно, конечно, на мотоцикле я не прыгала, но на лыжах, на горных мы катались с ним вместе, когда он у меня в пузе был аккуратненько, потихонечку, без фанатизма, да. И, соответственно, когда он родился, уже через месяц мы поехали с ним в Коломну к моим друзьям, который занимается мотофристайлом, и мы там снимали какую-то телепередачу, где я должна была на мотоцикле прыгать вот с этих вот рамп. Поэтому между прыжками я в автобусике его кормила, потом дальше бежала прыгать, это было весело. Слушай, ну, получается, даже если ты не на железном коне, не на мотоцикле, все равно у тебя ритм жизни такой же, будто бы ты все время на скорости, все время драйв, все время, да, 24 часа. В общем, да, на месте сидеть не могу. Слушай, а вот как ты считаешь, это, наверное, что-то врожденное? Ну, допустим, я не знаю, как Владислав, я трусих, я боюсь всего, я боюсь быстрой езды, высоты и всего-всего. А ты, то есть это какая-то смелость, или ты все равно занимаешься каким-то преодолением себя? То есть немножко мандражируешь, но берешь и делаешь. Не, ну я думаю, что как, не боится только, наверное, совсем дурак, все боятся, всем страшно, в какие-то моменты очень страшно, но вот это чувство страха, оно просто позволяет нас держать в каких-то определенных рамках, да, и не расшибиться совсем. И страх — это нормальное чувство, естественно, да, где-то приходится себя преодолевать. Ну а ты вот как преподаватель выступаешь, допустим, наставник для тех, кто только начинает свой путь для детишек. Что ты им говоришь, что самое важное в этом спорте? Ой, ну вот тренером-тренером я не работала, и, честно говоря, наверное, не смогу работать. У меня, опять же, терпения, наверное, не хватит такого. Надо будет ехать куда-нибудь срочно просто. Да, я в первом институте, когда училась, у нас там была педагогика, и, в общем, педагогический, можно сказать, был факультет в Анаязи, и у меня даже был год, когда я преподавала на первом курсе, и я поняла, что педагог из меня никакой, я нет, не могу. Но, в принципе, всегда всем говорю, как и что. Вы должны заниматься тем, что любите, и тогда у вас все будет получаться. И, в общем, это самое главное. Вот. Да, и нас просто отвлекает. Николай, извини, вас будут. Я хотел, знаешь, о чем, Настя, спросить? Из профессионального спорта уйти чуть-чуть в любительский, даже не в спорт, а вообще вот в эту тему мотоциклов, да? Вот человек, который хочет, допустим, впервые вообще сесть, куда бы ты ему посоветовала, какой мотоцикл? Есть шоссейный, но на шоссейных не есть, есть Харли Дэвидс, я знаю, есть голда. Харли Дэвидс, у вас прям сразу для начинающих, конечно. Мы не говорим про деньги, да, ну, вообще не говорим. Вообще, я скажу так, ну, во-первых, человек должен сам определиться, да, какой стиль ему нравится, какой вид мотоциклов ему нравится. Потому что, да, как ты правильно сказала, есть Чопперы, есть Харлей, есть, не знаю, там, Хонды, есть оффроуд, есть дорожные. И как только человек понимает, что вот, например, мне нравится, например, дорожный какой-нибудь классический мотоцикл, я хочу на нем ездить по городу, я бы порекомендовала сначала пойти в хорошую какую-то мотошколу, где бы можно было позаниматься не только на асфальте, но и немножко на бездорожье. Потому что именно езда по бездорожью нам дает основы, которые помогают потом в экстренных ситуациях в городе. Занос колеса, снос переднего колеса, какие-то такие вещи, которые на асфальте искусственно так вот очень сложно создать. Но когда это происходит, люди теряются, они не знают, как реагировать и частенько делают не то, что нужно, и из-за этого попадают в аварии. К сожалению, на мотоцикле попадать в аварию в городе, это очень чревато. То есть в городе все-таки ездить опасно? В городе ездить опасно, конечно, очень, и я обычно всегда всех отговариваю, но если человеку очень хочется, то я всех прям отправляю сразу в школу по мотокроссу. Несколько занятий хотя бы взять, я не говорю, что прям мотокроссом надо заниматься, просто пару-тройку занятий, чтобы понять вообще, что это такое. А потом надо себя ограничить, мне кажется, потому что если у тебя мощный мотоцикл, да, ну трудно не притопить даже... Естественно, конечно, мощный мотоцикл, ну как и мощная машина, она всегда провоцирует, да, хочется нажать там на педаль или открыть ручку газа. Поэтому я всегда считала, что для города особо мощный такой вот провоцирующий мотоцикл не нужен, например, никогда не понимала шоссейно-кольцевые, да, вот эти вот пластиковые такие гоночные мотоциклы в городе. Хотя у меня был такой мотоцикл недолго, полгода, я на нем поездила и сразу поняла, что на нем ездить по городу, ну, очень тяжело, не видно ничего, хочется все время ехать быстро, мелькать между машин, в той обстановке, которая у нас сейчас в городе происходит, ну, это реально опасно. Слушайте, я прям быстро, последний вопрос. А давайте я вас оставлю, что потом сейчас прервемся. Да, у нас три минуточки, друзья, и мы продолжим обязательно. Друзья, как и обещали, мы вернулись. У нас сегодня в гостях, напомним, мастер спорт международного класса, многократный победитель призера самых разных соревнований, мотоцикл, она не имеется в виду, первая российская участница ралли «Дакар» за всю историю легендарного марафона Анастасия Нефонтова. Настя, доброе утро еще раз. Доброе утро. У Валерии есть куча вопросов. Слушай, у меня есть куча вопросов, но я чувствую прям вот потребность проговорить, что с 9 по 11 ноября в КВЦ «Сокольники» в 10 часов начала, между прочим, состоится шестой международный фестиваль спорта и здорового образа жизни, даже не выговаривается. SN Pro Expo форум. Да, где я, где здоровый образ жизни. Я знаю, что Анастасия будет там присутствовать и будет там всякими интересными вещами заниматься. Да, меня туда пригласили мои партнеры из компании «Евроклассик», и я, если честно, настолько была в предыдущие годы как-то занята в это время подготовкой к гонкам, то мне никак не попадался, что называется, на глаза этот форум, и когда меня ребята пригласили, я почитала, думаю, как же так, вообще такое интересное событие для спортсменов, прям самое то. И помимо того, что это выставка разных спортивных компаний, спортивного питания, не знаю, все, что интересно и нужно для спорта, там в рамках этого форума будут проходить интересные лекции, какие-то мастер-классы на разные тоже интересные темы, и в том числе тема, которой я занимаюсь достаточно плотно, это спортивный маркетинг. То есть я считаю, что просто человек, если занимается спортом, и как-то его профессия связана со спортом, он просто обязан там быть и посетить, и посмотреть. И встретить Настю, между прочим. И там классные фотографии можно сделать, и лекции послушать, и даже, по-моему, продукцию привести. Лера, напомни, какого числа это будет, для тех, кто пропустил. Спасибо, я же уже забыла, нет, с 9 по 11 ноября в Сокольниках, начало в 10 часов утра. Ну а теперь мои коронные вопросы, которые, между прочим, заготовила. Ты знаешь, когда человек занимается чем-то, вот прям капитально занимается, ему всегда дарят, ну, какие-то сувениры или подарки, связанные с этим. Может быть, я не знаю, тебе дарят все время цепочки, там, подвески с мотоциклами, что-то для мотоциклов, коллекция у тебя есть какая-то? Вообще нет, нет, может быть, это потому, что я всегда всем, ну, не то что, как бы, открытым текстом намекала всегда, что, ребята, я столько занимаюсь вот этими всеми мотоциклами, железками, что мне как раз не хватает всякого девочкового. Поэтому мне обычно на день рождения дарят всякие кремики, не знаю, там, духи, еще что-то такое, что как раз-таки мне очень нужно и всегда полезно. То есть мотоциклы ты любишь, но они не вообще? Я как раз из тех девушек, которые очень рады, когда ей дарят духи. И не дарят мотоциклы все, что с ними связано. И не дарят паршивники. Настя, скажи, пожалуйста, ну, ты вот человек-ураган на самом деле, у тебя столько энергии, да, скажи, пожалуйста, 360, сколько у нас, 35 дней в году, да? Да, в лодископ. Иногда, да. Иногда, да, иногда нет. Сколько ты бываешь дома? Ну, так, примерно, средним. По-разному, зависит от сезона, от того, как у нас планированы соревнования, бывает сезон такой достаточно свободный, например, если только в две, например, гонки больших в сезоне, как было в этом году, это Дакар, соответственно, и летом был ралли-рейд «Шелковый путь», где я, кстати говоря, попробовала себя на автомобиле в качестве гонщицы. Это какой автомобиль был? Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, зачет Т2, стандартные автомобили, и я вам скажу, что на машине ездить гораздо легче, чем на мотоцикле. Он, конечно, большой, тяжелый, но, во-первых, у меня есть штурман, который мне всегда помогает, развлекает меня всякими рассказами, может, меня покормить по дороге, в конце концов, а на мотоцикле я одна, и все сама, 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 как-то грустно. Да и вообще перекусить-то как-то тяжело, нужно держаться за руль. Слушайте, я еще хотела спросить, вот у тебя же твоя жизнь, она очень тесно связана с кино, да, то есть ты вот прямо оператор, фотограф, а ты сама в кино как мотоциклист принимала участие? Может быть, каскадерские какие-то трюки выполняла? С этого, собственно, и начиналась моя, можно сказать, карьера и увлечение кино. Я после школы хотела поступать на операторский факультет, но как-то так это было, я где-то в фильме увидела, как работает операторская группа, и мне такая, о, родители меня тогда отговорили, потому что я не увлекалась ни фотографией, ничем. Ну и я как-то отложила эту идею на потом. И когда я уже начала заниматься мотоциклами, меня позвали сняться в сериале Николая Достоля, гражданин-начальник, в качестве подруги главного героя. Героя играл Егор Бероев. Я там в нескольких сериях должна была ездить на мотоцикле, там какой-то криминал, как это обычно бывает. Ну то есть он не просто ездит, ты прямо актриса-актриса. У меня прям была роль, да. Николай Достоль мне даже там какие-то слова позволил сказать. И таким образом я первый раз попала на съемочную площадку и увидела весь этот процесс изнутри, поняла, что да, все-таки не зря я хотела быть кинооператором, потому что симбиоз железа и творчества — это как раз то, что вот прям мне нужно. Но каскадерская работа пока еще, ну, ее... Нет, каскадерская — это немножко не моя тема. У меня есть друзья, которые работают как каскадеры, ну, я просто знаю у них эту работу так не понаслышке, это очень тяжело и травмоопасно. Ну, не знаю, как-то немножко не для меня. Слушайте, у нас минута остается. Я бы быстро хотел спросить. Мы говорили о страхе уже. Вот есть самая какая-то сложная трасса, да, я не буду спрашивать, как она называется, это неважно. Вот у тебя не было такого, что перед стартом ты говоришь, Настя, ну, зачем? Ну, это было неправильно. Настя, это было неправильное решение? Нет никогда. Перед стартом нет, но в процессе бывает, когда где-нибудь валяешься под кустом и думаешь, о, убейте меня, я не хочу никуда больше ехать. Но это недолго, это быстро проходит. Эх, 30 секунд. Слушай, ну, быстро тогда просто ответь, у нас как-то программа была о территории машины. Мы ее посвящали и спрашивали, друзья, почему мужчины брутальные на огромных мотоциклах слушают Нюшу на всю на светофорах? Не знаешь, ответ на этот вопрос? Ну, может быть, это контрасты? Кстати, да. Слушай, нажидаем ответ. На контрасте, чтобы было. Настя, большое спасибо, что пришла. Спасибо, что позвали. Анастасия Нифонтова у нас была, чемпионка мира 15-го года по мотоспорту, призер самых различных соревнований, первая в истории участница парафона в Дакар, правильно все? Из России, да. Спасибо большое, приходи к нам, пожалуйста. До встречи. Всем пока. Телерадиоканал.